Когда на сцену вышла девушка из Шимкента, наставники проекта «Голос Казахстана» разом повернулись к Диане Хашимхановой. Девушка удивила наставников с первого раза. Диану назвали «Южным солнышком». В «Голосе» было для меня проще, потому что за плечами был X-Factor, я примерно понимала эту кухню внутреннюю, которая происходит в этом шоу, и поэтому мне немножко легче было. Я делала упор только на вокал, на песни, на подборку репертуара, знала, что не нужно будет ставить сложные номера танцевальные, потому что мне легче петь статично. Диана Хашимханова, известная певица в Шимкенте, не так давно стала обладателем престижной премии «Лучший певец» 2016 года. Вообще декабрь месяц был таким насыщенным для меня. И когда мне позвонил руководитель нашего оркестра и директор цирка, я была приятно удивлена, потому что сказали, мы поздравляем тебя, ты стала певицей года. Очень огромное количество претендентов было, очень много нас певцов и оперных, работающих в филармонии. В полуфинале проекта «Голос Казахстана» Диана, к сожалению, выбыла из проекта. В команде Нурлана Абдулина остались одни парни. Нам удалось связаться с наставником по телефону. Мы не смогли отпустить Диану без коронной песни. Диана спела и для нас известную песню из кинофильма «Телохранитель». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На достигнутом Диана пока останавливаться не собирается. Впереди масса проектов и участие в проекте «Голос Россия».